Сегодня в Сургуте завершает работу Всероссийский форум «Инклюзивная школа». В нем приняли участие больше тысячи человек со всей страны. Эксперты, представители госструктур, бизнеса, НКО, врачи и педагоги. Впервые дети с ограниченными возможностями и их родители. Главным словом мероприятия стало слово «бесшовность». Эксперты собрались для того, чтобы обсудить действующие и разработать новые механизмы, которые бы сделали жизнь людей с ОВЗ, их адаптацию на работе и в обществе более плавной, то есть бесшовной. В Югре для этого много сделано. Например, работают инклюзивные мастерские, которые готовят особенных людей к быту и труду. Наш регион – одна из шести пилотных площадок по России по реализации проекта сопровождения через всю жизнь уполномоченного при президенте по правам ребенка. Это еще и экзамен. Мы какие-то проекты с вами инициировали, сформировали, реализовываем, думаем, что это хорошо. А другой взгляд, другие глаза, другое отношение, другие знания, в свою очередь, протестируют наши возможности. Заодно, безусловно, и у нас прямо совершенно короткое плечо по приему опыта, знаний и умений из других регионов, или от некоммерческих организаций, или просто от индивидуального носителя той или иной идеи. За последние годы в нашей стране происходит множество совершенно замечательных изменений. При поддержке первых лиц государства, президента нашей страны, меняется законодательство, возникают новые законы, подзаконные акты, которые позволяют людям с инвалидностью, гражданам нашей великой страны, жить нормально, полноценно, жить той же самой жизнью, которой может жить любой другой гражданин. В конце 2023 года был принят новый федеральный закон по комплексной реабилитации и абилитации, который как раз охватывает все периоды жизни человека с любой формой инвалидности. И в том числе в этот закон, в его основу, зашли те положения, которые когда-то были разработаны в Канты-Мансийском округе Югре в рамках концепции системы непрерывного международного сопровождения. Кроме дискуссий, стратегических сессий и обмена опытом, форум предложил участникам культурную и детскую программы. Можно было участвовать в мастер-классах, которые вели известные артисты Гоша Куценко, Алла Довлатова, Сергей Белоголовцев, посмотреть кино и даже показ инклюзивной моды. Мы будем выступать с нашими друзьями, с Егором, с Дианой, с Мишей. Конечно же, со мной участвовать. Есть очень много приезжих ребят. Я с некоторыми познакомился. Они очень интересные. И мы вместе у вас были на мастер-классах.